Здравствуйте, это программа Город С и я Елена Чернявская. На сегодняшний день в Самаре действует свыше 35 высших учебных заведений, из них более 30% имеют статус университетов. Большинство абитуриентов все чаще делают выбор в пользу вузов Самара с бюджетными местами, которые гарантируют качественное образование. Благодаря тому, что учебные заведения имеют большое количество различных факультетов, молодежь считает вузы Самара престижными, но в то же время доступными для бесплатного обучения. Студенчество – лучшая пора в жизни человека, и она во многом определяет его будущее. И по этой причине, прежде чем пойти учиться в какой-либо вуз, где вам придется провести от 6 до 4 лет, соответственно от 4 до 6, следует детально ознакомиться с будущими условиями проживания, спецификой учебного процесса и специальностями, которые могли бы вам подойти. Вуз, о котором сегодня пойдет речь в нашей программе, безусловно, готовит высококлассных специалистов по разным направлениям. Ну что же, я представляю гостей в студии, проректор по учебно-методической работе и качеству образования Самарского государственного социально-педагогического университета Наталья Николаевна Кислова. Здравствуйте. Здравствуйте. И проректор по дополнительному образованию, профориентационной работе и связям с общественностью Самарского государственного социально-педагогического университета Алексей Борисович Щелков. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Ну что же, а мы работаем, уважаемые телезрители, для вас специально в прямом эфире 202.11.22. Именно по этим телефонам, уважаемые родители, абитуриенты, возможно, нынешние студенты Педагогического Самарского университета, звоните к нам в студии, воспользуйтесь такой возможностью, задавайте, пожалуйста, свои вопросы напрямую моим сегодняшним гостям. Ну, а начнем, наверное, разговор с вступительной компанией, вузом. Стартовала, стартовала, я надеюсь, успешно, в том числе и в Самарском социально-педагогическом университете. К слову, я заканчивал этот же вуз тоже и очень горжусь этим. Так расскажите, пожалуйста, в чем компания этого года отличается от предыдущей, Алексей Борисович? Ну, знаете, 20 июня, как и положено, педагогический вуз наш самарский, приемная его комиссия, открыли свои двери. Мы ждали и ждем, сейчас продолжаем ждать абитуриентов. И надо сказать, что именно вот эта неделя, наверное, является пиковой для приемных компаний, в том числе вузов, в том числе для нашего педагогического университета. 28 числа закончилась выдача аттестатов в школах, и мы почувствовали это сразу на себе, когда резко-резко, если мы фиксировали буквально до 28 числа, ну, около сотни заявлений в день, то сейчас у нас более 500 заявлений в день мы фиксируем, последние вчера, позавчера. И это, в общем-то, отражает, с одной стороны, процесс, который происходит, и в том числе радует нас. Как нам не тяжело бывает иногда работать с приемной комиссией, это то, что, в общем-то, безусловно, не может, востребованность вуза у абитуриентов, у наших выпускников не может нас не радовать. И сейчас вот работа ведется. Новости, которые, новые какие-то моменты, они, безусловно, присутствуют, но в то же время хочется отметить, что их не так много, как в предшествующий период времени, ранее, вот, их было намного больше всегда. Радует то, что принятое, если вот в прошлом, в 2015 году положение о приеме в вузы, оно принято не на один год, а оно принято как бы на постоянной основе, наверняка оно будет совершенствоваться, но мы уже не ждем радикальных изменений порядка приема. И вот это, в общем-то, действительно вселяет в будущих абитуриентов, что подготовиться можно будет более основательно, а главное, не будет неожиданностей. Алексей Борисович, логичный, простой вопрос, но в то же время очень важный. Что нужно на сегодня? Выпускнику школы, который хочет учиться в социально-педагогическом университете, что нужно, чтобы поступить в вуз? Ну и, конечно, количество бюджетных мест в этом году увеличилось ли, сократилось ли? Если взять в целом по вузу, количество бюджетных мест, оно несколько увеличилось. В то же время произошло перераспределение бюджетных мест между уровнями образования. Я имею в виду бакалавриат, магистратура. У нас несколько сократилось прием на бакалавриат и увеличилось в два раза, по сравнению с прошлым годом. Прием в магистратуру. В целом для первокурсников, то есть для выпускников школ в этом году у нас имеется 450 бюджетных мест на очной форме обучения и 250 бюджетных мест на заочной форме обучения, а также 14 мест на очно-заочной форме обучения. Это те места, которые могут занять те наши абитуриенты, которые придут к нам, имея аттестат о среднем общем образовании. Спасибо большое. Ну а я лишь напоминаю, что мы работаем в прямом эфире 202.11.22. Ждем ваших звонков. Уважаемые телезрители, звоните, если у вас есть конкретные адресные вопросы моим сегодняшним гостям. Ну что же, я предлагаю ненамного прерваться и посмотреть сюжет, который мы приготовили. Итак, Самарский государственный социально-педагогический университет представляет. Внимание! В России существует не так много вузов, история которых насчитывает более 100 лет. В этот почетный список входит и наш университет. За все время своего существования вуз не сдавал лидирующих позиций. Сегодня Самарский государственный социально-педагогический университет насчитывает 10 факультетов. Исторический факультет, естественно-географический, филологический, факультет математики, физики и информатики, факультет иностранных языков, начального образования, факультет физической культуры и спорта, факультет психологии и специального образования, факультет экономики и управления сервисом, факультет культуры и искусства. На сегодняшний день в нашем университете обучаются около 7 тысяч студентов. Каждый год более 4 тысяч специалистов проходит повышение квалификации. В нашем ВУЗе работают около 400 преподавателей, из них более 50 докторов наук и 250 кандидатов наук. Для студентов существуют различные программы международного обмена, от учебных и научных до волонтерских и ознакомительных. Специалисты международного отдела подберут программу, исходя из пожеланий студента, помогут оформить документы и дадут рекомендации по адаптации в новых условиях. В университете существует свыше десятка спортивных секций, несколько спортзалов, футбольное поле со специальным искусственным покрытием, а также помощь компетентных тренеров и профессиональных спортсменов. В начале 2016 года был открыт спортивный комплекс «Буревестник» с плавательным 25-метровым бассейном, тренажерным и спортивным залами. Таким образом, в Самарском государственном социально-педагогическом университете есть все условия не только для отличной учебы, но и для поддержания себя в хорошей физической форме. Важное направление работы Самарского государственного социально-педагогического университета – это добузовская подготовка, в рамках которой готовятся будущие абитуриенты к единому государственному экзамену. Сотрудники нашего вуза проводят подготовку по всем предметам, входящим в школьную программу, в том числе и по творческим дисциплинам. По статистике, более 90% выпускников наших курсов впоследствии становятся студентами бюджетных отделений различных вузов, в том числе и Самарского государственного социально-педагогического университета. Итак, вы смотрите прямой эфир программы «Город ТЭС». Задавайте, пожалуйста, свои вопросы по телефону 202-11-22. Мы работаем в прямом эфире. Ну что же, Алексей Борисович, какие бы назвали специальности факультеты, на которые сегодня современным, продвинутым абитуриентам стоило бы обратить особое внимание? Ну, вы знаете, трудно выделить, в общем-то, все наши действия факультетов остребованы. Абитуриенты, безусловно, нас это радует, активно выбирают различные специальности, прежде всего, педагогического профиля, если мы говорим о бюджетных местах, пока об этом. Но вот если, как говорится, оценивать руку на пульсе, держать сегодняшним, безусловными лидерами, когда мы видим динамику подачи документов, являются факультеты иностранных языков, очень властные факультеты начального образования, исторический факультет, филологический факультет. То есть там мы видим, что количество мест у нас как бы бюджетных соответствует, с одной стороны, достаточно велико оно на этих факультетах, но в то же время и количество поданных заявлений уже там, ну, допустим, на факультет иностранных языков уже более 250 заявлений к сегодняшнему дню, хотя еще три недели принимать мы имеем полное право до 25 июля документы абитуриентов на бюджетные места. Спасибо большое. Наталья Николаевна, ну вот логичный вопрос приняли студентов, абитуриентов вернее, они стали уже студентами университета. Что их ждет? Понятное дело, учеба. Вот все, стали они 1 сентября. И? Ну, вы совершенно правы, в первую очередь это учеба, потому что если говорить об качестве образования, об этой проблеме, то безусловно, что в зависимости от того, какие абитуриенты придут в наш вуз, соответственно, таких студентов мы будем выпускать через, как вы правильно совершенно сказали, для кого-то 4 года, для кого-то 5 лет, а для кого-то, может быть, и 6, и 9 лет, потому что сроки обучения в соответствии с внедрением новых стандартов увеличены значительно по сравнению с прежними. И сейчас можно говорить, что вот с 2016-2017 учебного года на каждом факультете будет ожидать с каждого пришедшего что-нибудь новенькое. Например, мы говорим о том, что студенты исторического факультета первого курса и студенты филологического факультета тоже первого курса, но в том числе и второго, и пятого, соответственно, будут учиться в совершенно новом здании, которое у нас запускается с 1 сентября по адресу улицы Льва Толстого, 47. И этому рады, собственно, и студенты уже нашего педагогического университета. Ну и, я думаю, абитуриенты тоже наслышаны о том, что это историческое здание, которое много, ну, собственно, всегда принадлежало нашему ВУЗу, и мы в течение многих лет вкладывали определенные усилия, чтобы этот корпус был введен в эксплуатацию. И нужно отметить, что, конечно, вот как показывает практика, одному очень сложно это сделать. Поэтому мы, конечно, в очередной раз выражаем благодарность и правительству Самарской области, и непосредственно лично губернатору Николаю Ивановичу Меркушкину за помощь в том, чтобы этот корпус был введен в эксплуатацию, собственно, и нашему федеральному министерству, которое нас более активно в последние годы поддерживало. Что касается, например, факультета культуры и искусства, то я должна отметить, что мы в этом году закупили дорогостоящие музыкальные оборудования. У них появятся новые совершенно музыкальные инструменты, и в этом смысле материально-техническая база будет соответствовать всем, даже превосходить требования федерального государственного образовательного стандарта. Что касается факультета физической культуры и спорта, то теперь дисциплина плавания будет, собственно, уже реализовываться непосредственно в нашем бассейне плавательном. Более того, это может быть не только для студентов, которые изучают, собственно, дисциплины по направлению подготовки физической культуры в рамках педагогического образования или физической культуры и спорта, когда мы готовим тренеров. Но это будет касаться абсолютно всех факультетов, потому что мы вводим такую небольшую специализацию в рамках общей дисциплины физическая культура, где, собственно, студенты, которые умеют плавать, вместе с нашими преподавателями кафедры физического воспитания, также будут иметь альтернативу. Собственно, посетить вместо занятий в спортивном зале уже посетить занятия уже в бассейне. Что касается, например, факультета экономики, управления и сервиса, то мы в этом году приложили много усилий для того, чтобы... Ну и в этом особенность самого факультета. Мы там готовим, соответственно, менеджеров, экономистов. Там же мы готовим в рамках педагогического образования специалистов по экономике. И там мы приглашаем с нового учебного года работодателей. То есть непосредственно практикующих, бизнес-тренеров, руководителей крупных или, соответственно, частных, может быть, не очень крупных организаций для того, чтобы они непосредственно свой опыт, накопленный уже за период своей предпринимательской деятельности, передали нашим студентам. Потому что сейчас все программы должны быть практикоориентированные. И надо сказать, что для нас это совершенно не новая тенденция. Наша программа уже много лет является практикоориентированной, не говоря уже, собственно, о педагогическом образовании. Но учитывая, что мы увеличиваем количество практик, мы сокращаем количество лекционных занятий, увеличиваем количество практических занятий, мы практикуем выход непосредственно в ту производственную среду, в которой будет выпускник после окончания нашего педагогического университета работать. Соответственно, по всем программам будет наблюдаться увеличение количества именно работодателей и такое направление наших студентов и, собственно, абитуриентов даже с первого курса, чтобы они как можно раньше познакомились со своей будущей профессией. И вхождение в профессию мы начинаем буквально со второго семестра. Учебные планы построены таким образом, что у всех присутствуют учебные практики, где она носит ознакомительный характер. Это очень важно, потому что абитуриент должен окончательно для себя понять, ту профессию он выбрал или нет, готов он к этой профессии или не готов, потому что у нас есть среди всех направлений подготовки, есть достаточно, ну, скажем так, специальные направления, вот то же самое специальное дефектологическое образование. Оно требует абитуриента с очень высокой степенью ответственности, потому что та работа, которая его ожидает после окончания этого направления подготовки, она работа с особыми детьми. И абитуриент, и уже будучи нашим студентом, он должен быть готов отдать всего себя вот этим детям. Тем более, что мы развиваем это и в рамках педагогического направления подготовки, всего того, что мы прекрасно знаем, что инклюзивное образование, безбарьерная среда, предоставление возможности всем абсолютно гражданам Российской Федерации пройти обучение именно в той среде, в которой это им комфортно. Соответственно, мы, безусловно, готовим наших студентов к тому, чтобы они могли работать с такими детьми. Водятся специальные курсы, адаптированные программы. Ну и, собственно, среди абитуриентов бывают нередко у нас и студенты, которые, собственно, приходят с тем, чтобы освоить ту или иную программу, являясь иногда ребенком вот с особыми потребностями. Что касается, например, факультета иностранных языков, то мы в этом году закупили для них лингофонное оборудование. Соответственно, да, там мы готовим переводчиков, учителей иностранного языка. И, собственно, для того, чтобы повысить профессиональную готовность, вот эти условия тоже были созданы. Ну, у нас запускается, на мой взгляд, замечательный проект, близкий, может быть, еще и вам, потому что вот в том корпусе на Льва Толстого, 47, мы планируем открыть медиалабораторию. И наши журналисты, которые занимаются конвергентной журналистикой, я надеюсь, теперь уже смогут это делать на своей базе. Ну и, собственно, совершенствуя свои навыки тогда, когда они будут выходить на практику уже непосредственно вот и в телекомпании, и радиокомпании там. И, ну, есть такая мечта наша о том, чтобы у нас был свой, конечно, медиа-центр, свое студенческое телевидение, студенческое радио. Ну, я думаю, что мы приложим. То есть я могу говорить о каждом факультете, рассказывать какие перспективы. Мне очень отрадно это все слышать, потому что столько новостей, столько новшеств. И, конечно же, это очень здорово и для студентов полезно. Ну, а по поводу ответственности, мне кажется, педагогическое образование и потом уже работа в разных педагогических сферах, конечно же, очень ответственно. Алексей Борисович, на что нужно обратить абитуриентам сейчас, которые решили к вам пойти учиться? Особое внимание и до какого числа вы принимаете документы? Дело в том, что есть некоторые параметры, которые заранее нужно знать, прежде чем принять решение отправить по электронной ли почте в приемную комиссию свои документы или прийти, встать, так сказать, в ту очередь, которая есть сейчас пока еще, да, собственно, лично сдать документы. К сожалению, бывают такие ситуации, когда абитуриент делает это напрасно. Есть первый шаг, первый уровень, первый барьер. Надо знать, какие существуют уровни баллов, установленные ВУЗом, в том числе, естественно, и нашей приемной комиссии, для того, чтобы подать документы на участие в конкурсе, на бюджетные места или даже на небюджетный, этот уровень один. Для примера, ну, Рособоронадзором установлен определенный уровень для, так сказать, математики, русского языка, литературы, но этот уровень действует для получения диплома о среднем общем, аттестата о среднем общем образовании. А в нашем ВУЗе по некоторым направлениям, так сказать, подготовки, вот по общеобразовательным предметам этот уровень выше, иногда даже значительно. Ну, например, на факультете иностранных языков, для того, чтобы участвовать в конкурсе на бюджетные и небюджетные места, нужно иметь результат ЕГЭ не менее 35 баллов. Или по русскому языку этот уровень установлен 40 баллов. По истории тоже 40 баллов. Что где-то на 10, где-то чуть меньше баллов или больше 10 баллов выше, чем установлен Рособорозованием уровень, Рособоронадзором. Поэтому вот это первый момент, да. Далее надо понимать, какие вступительные испытания. На сайте все это уже давно, с осени висит. Какой набор вступительных испытаний нужен. И дальше, придя уже в приемную комиссию, если у вас выбрали направление подготовки, где не надо сдавать творческих вступительных испытаний или вступительных испытаний профессиональной направленности, вы просто поступаете по результатам единого государственного экзамена, вы сдаете эти документы и ждете дальше окончания приема. Завершается прием на бюджетную форму обучения 25 июля, на очную форму обучения. Спасибо большое. Наталья Николаевна, а вот какие социальные гарантии, льготы, ну и, конечно же, стипендии у ваших студентов? Безусловно, есть государственная поддержка. Соответственно, студенты, поступающие на бюджетные места, будут получать государственную академическую стипендию. Это получает первый курс сразу, когда поступают в ВУЗы. Ну, а, собственно, потом академическая стипендия уже назначается по результатам промежуточной аттестации. Безусловно, есть социальная стипендия, которая выплачивается государством, есть материальная помощь, которая тоже выплачивается один раз в год студентам. Есть программы заселения в общежитии для студентов дальнего и ближнего зарубежья. Есть, собственно, программы заселения, опять же, студентов, абитуриентов, которые будут получать социальную стипендию для них. Я прошу прощения, а коротко о ситуации с общежитиями сейчас какова? Востребованность достаточно высокая, все равно в заселении в общежитии. Вот у нас сейчас, может быть, наши коллеги, студенты, абитуриенты, родители, видели сюжет, связанный с приездом министра Ливанова в наш город. И, собственно, он посетил наш вуз и заявил, что будет поддержан наш проект, связанный с реконструкцией, с восстановлением, с ремонтными работами в общежитии, которое у нас много лет стоит недостроенное. И, собственно, уже все действия в этом направлении... Заручились поддержкой. Заручились поддержкой. И будет, я надеюсь, по проекту к 1 сентября 2017 года будет запущен новый совершенно девятиэтажный здание общежития. Ну, а, собственно, что касается сегодняшней ситуации, то, безусловно, востребованность остается. Но мы стараемся ее решать по-разному. Собственно, у нас есть договоры с другими вузами. То есть вопрос с колледжами? Да, с колледжами, да. Где мы, собственно, предоставляем студентам, если вдруг уже места все наши в общежитии заняты. Ну, естественно, всегда есть конкурсный отбор. Потому что правила есть заселения в общежитии, есть правила проживания в общежитии. Соответственно, все должно быть по порядку. Алексей Борисович, я хотела бы спросить вас о платном обучении. Если не получилось поступить на бюджет, можно получить образование в вузе за деньги. Что нужно для этого? Предпринятие какие условия сейчас для оплатных студентов? И возможно ли про хорошую учебу перевестись на бюджет? Знаете, давайте по порядку. Дело в том, что можно сразу определить для себя. Либо вы выбираете направление подготовки, которое не имеет бюджетной составляющей. И тут принимаете решение, заключаете договор. И, собственно говоря, идете на зачисление уже потом, в соответствии с приказом. Либо вы выбираете направление подготовки, где есть бюджетные места, принимаете решение о подаче документов на бюджет, ждете окончания конкурсных процедур. Она, как и в прошлом году, будет проходить в два этапа, если говорить об общем конкурсе. Завершится эта процедура 8 августа, выходом приказа, когда мы закроем 100% имеющихся у нас бюджетных мест. И вот уже после этого вы можете принимать решение о том, будете ли вы участвовать в конкурсе на внебюджетные места. Что для этого нужно? Для этого нужно все-таки иметь достаточно высокий уровень баллов, потому что, ну так бы я сказал, наш ВУЗ внимательно работает в направлении качества обучения и думает о том уровне, который мы имеем нашего абитуриента. Ну, проще говоря, не всех. Не всех, да. Да, мы можем на платное образование, на очную форму обучения. Тут вот есть такие нюансы, которые лучше, как говорится, в индивидуальном уже порядке каждому абитуриенту, в зависимости от того, какова его сумма баллов, мы проконсультируем. То, что касается... Перевода. ...определенных вот моментов, связанных с качеством, опять же, обучения. У нас есть программа поддержки даже тех студентов, которые обучаются там, где нет бюджетных мест. Если вы сейчас поступаете и показываете определенный уровень баллов ЕГЭ, вы можете получить скидку на обучение от 3 до 10%. Вот. Если вы сдаете первую сессию на отлично, у вас тоже гарантированная скидка 10%. И эта программа действует на всем периоде обучения. То есть вы можете, как минимум, обучаясь отлично, сэкономить от 3 до 10% от стоимости за весь период обучения. Если же речь идет о тех направлениях подготовки, где есть бюджетные места, и где, безусловно, жизнь есть жизнь, идет процесс... Да, они просто освобождаются. Мы обязательно, обязательно, каждый год проводим вот эту работу по заполнению вакантных бюджетных мест с теми студентами, которые обучаются с полным возмещением затрат и показывают высокий уровень, так сказать, знаний. Ну, то есть все в своих руках. Да, все зависит от студента. Очень важный вопрос. Просто время бежит неумолимо. Хотелось поговорить о трудоустройстве. Ведь этот вопрос для многих, даже при выборе вуза, является определяющим. Вот где работают ваши выпускники, и помогает ли вуз найти будущую работу? Наверное, я адресую этот вопрос вам обоим. Ну, вы знаете, я, может, начну, а Наталья Николаевна дополнит. Дело в том, что у нас работает центр, создан центр уже давно, центр содействия временной занятий студентов во время обучения и трудоустройства выпускников. И я бы так сказал, перспектива трудоустройства для выпускников нашего вуза, она очень и очень такая конкретная. Нас ждут, наш выпускник востребован, и более того, их не хватает. Особенно, если мы ведем речь о региональной системе образования, и все, что, так сказать, в нее входит, все уровни образования, начиная от дошкольного и заканчивая, так скажем, высшим образованием. Потому что в нашем вузе реализуются все уровни образования абсолютно, которые направлены на получение высшего образования, и специалистов высшей квалификации. Я имею в виду, у нас работают и аспирантура, и работают диссертационные советы. То есть, войдя в стены нашего вуза в качестве абитуриента, вы можете, не выходя из этих стен, получить докторскую степень. Поэтому все уровни образования тоже, опять же, все в ваших руках. И у нас масса примеров, когда наши выпускники, молодые люди, не достигнув возраста и 35 лет, достигают и получают степени доктора наук. Поэтому это не редкость. Все предпосылки, грозите науке. А то, что касается трудоустройства наших выпускников в широком плане, и прежде всего это связано, вот я бы так сказал, когда мы говорим о трудоустройстве, с наибольшей частью наших выпускников, которые обучаются по направлению подготовки образования, педагогика образования, это чрезвычайная востребованность сегодня школой, дошкольными образовательными учреждениями наших выпускников. Практически, ну я бы так сказал, более 80% наших выпускников, под 90%, даже более, есть факультеты направления подготовки, например, там факультет специального образования, где более 99% трудоустраиваются по специальности. И они ждут как бы этого трудоустройства. И мы признательны, вы знаете, за последние вот несколько лет, ну как минимум 5-7 лет, вот я бы так сказал, ситуация меняется достаточно динамично. И хотелось бы, нельзя сказать, что она сегодня, знаете, порождает благодушие. Мы ждем дальнейших шагов и нашего самарского правительства, и федерального правительства. Той динамикой, которая была последние годы по поддержке наших выпускников, в каком плане? Это и 570-е постановление нашего самарского правительства, которое гарантирует поддержку выпускников педагогических специальностей. Когда трудоустраиваясь, ты получаешь подъемные от 160 до 350 тысяч рублей единовременно. Это и инициатива нашего губернатора, в соответствии с которой молодой наш педагог получает ежемесячно в течение трех лет доплату в размере 5000 рублей. Ежемесячно. Эти доплаты индексируются и растут. Да, таким образом он может до повышения своей квалификации, до нового уровня, как бы, чувствовать себя более уверенно в финансовом плане. Наталья Николаевна, ну а я хочу вам задать вопрос, возможно, риторический, на мой взгляд, но тем не менее, а почему сегодня стоит выбирать Самарский государственный социально-педагогический университет? Ну, прежде всего потому, что он предлагает достаточно разнообразный спектр профессий, которые востребованы в социальной сфере, в сфере образования, в сфере экологии, природопользования. То есть здесь, на мой взгляд, как раз для абитуриента открыта очень широкая дорога. Вот настолько мы за последние годы расширили направление подготовки, а, собственно, в рамках педагогического образования мы предлагаем, на мой взгляд, иногда и даже уникальные соединения разных профилей. Например, вот в этом году мы осуществляем набор на такой профиль, как физика и технологии. На мой взгляд, ну, это создает новые перспективы для и трудоустройства, собственно, и, ну, и для интересов в связи с развитием робототехники, новых технологий. Соответственно, здесь мы стараемся идти в ногу со временем. Более того, имея за собой 105-летнюю историю, имея высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, мы, тем не менее, очень близки к новациям. Известно, что мы приняли активное участие в модернизации педагогического образования в проекте Федерального министерства. Соответственно, здесь мы всегда на стриме времени. И, на мой взгляд, вот та материально-техническая база, кадровый состав, привлечение работодателей и, собственно, внимание к студенту со стороны деканатов, со стороны профессорско-преподавательского состава, как раз позволяет создать те комфортные условия, в которых будет интересно, очень увлекательно, а главное, с пользой для жизни, для души учиться. Спасибо большое. Ну и заключительное, самое коротенькое слово, Алексей Борисович. – Знаете, я сам закончил наш ВУЗ и считаю, и на собственном опте, и не только, на опте многих и многих поколений наших выпускников, а их порядка 80 тысяч уже мы можем насчитать, что это ВУЗ, который позволит вам стартовать с очень высоких позиций. Мы ждем вас, уважаемые абитуриенты, мы будем вам рады. – Ну что же, спасибо большое, уважаемые гости, за то, что пришли в студию, рассказали, поделились такими колоссальными новостями. Я думаю, что все те, кто слушал нашу программу, непременно сделают правильное решение в пользу Самарского государственного социально-педагогического университета. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова